Приветствую вас! Просили меня рассказать про статистику моего канала. Давайте расскажу. Тем более, очень это несложно сделать. Я вам картинку покажу. Но давайте так, я возьму за год. Вот видите, с 30 октября 2016 по 29 октября 2017. Смотрим, видите, время просмотра, сумасшедшая чекали минута, 23 миллиона, ой, 25. Но средний просмотр почти 5 минут. Постараюсь вложиться в 5 минут. Просмотров тоже, громадное количество, миллионы. А, расчетный доход, видите, это за год. То есть, я говорю, на YouTube сильно не заработать. Количество нравится, 107 тысяч, да. Но не нравится, почти 12 тысяч. Вот так вот. Комментарии, ну просто, что называется. Ну не знаю, мне кажется, у меня больше комментариев, чем просмотров. Не знаю. Поделились. Это те, которые мои видео, ну как бы, дальше закинули. Молодцы, 15 тысяч. Видео на плейлистах. Это и когда мы видео, там, внесли на разные плейлисты. Да. И подписчики. А сейчас давайте посмотрим более все детально. Итак, первое. Кто смотрит? Ну, понятнее дело, больше мужчин. Это было, если будет. Но приятно то, что обращаю внимание очень много с 25 до 34 лет. Сам такое, знаете, активно думающее население. Так что не смейте ругать молодежь и не смейте ругать, что народ не думает. Думает. Даже когда они ругаются со мной, но не матерятся, значит все правильно. Теперь. Что? Какие наиболее популярные видео? Ну, какие популярные? Не сложно догадаться. Когда национализировали право от банка, это был хит. Соответственно, больше всего смотрели. Потом, соответственно, пенсионная реформа. Дальше, что будет с экономикой Украины, если уйдут российские банки. Потом я сделал видео, что с 1 января 2018 года меняется система работы украинцев и Польши. Самое интересное, что я и дал ссылку, что эта информация в Министерство труда Польши. Народ весь ругается, что это я сам придумал. Смешные какие-то. Ну, опять же, безвис и Польша. Да, такая вот ситуация. Поймите, я хорошо знаю, что действительно народ больше любит такие сенсационные, вульгарные, скандальные. Но я все-таки стараюсь поддерживать экономики. Ну и в данном случае, я считаю так. Если людям интересно, смотрят. И интересно, не смотрят. Но делать сенсации с пальца или перекручивать, ну извините, не буду. Не хочу, лень. Теперь, с каких стран больше всего смотрят? С Украины больше всего. Да, 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 с Украины. Нет, действительно, я так понимаю, что по комментариям, да нет, нет, с Украины, с Украины. Причем со всех регионов. Ну, Киев, конечно, на первом месте. Ну, это логично, больше всего видно. Но и Западная Украина, ДСК, соответственно, Днепропетровская область. Ну, просто практически все то же самое. Понятное дело, меньше всего, по-моему, Стернопольской. Ну, просто эффект интернета, ребята. Тут срабатывает Киев на первом месте. Но опытные обращения в Польшу. Да, Польша в последнее время начала больше меня смотреть. Но я так догадываю, что это, опять же, наши люди. И если посмотреть, то даже США есть там. Но, опять же, я так понимаю, скорее всего, наши люди. Потому что Редли для жителей США какие-то новости Украины очень интересные. Подписчики тоже больше всего с Украины. Серьезно, больше всего. На втором месте опять, опять стоит Россия. Потом Польша, потом опять Соединенные Штаты. Еще я говорю, что, скорее всего, я считаю, что и Польша, и Соединенные Штаты, это все-таки наши люди. Да, смотрите, есть подписались, подписались, все только за. Ну, вообще, я считаю, что подписка – это так. Человеку надо подписываться. Тем более, я так вижу, есть некоторые люди, которые настолько активные, столько пишут, но подписки никакого значения нет. А есть такие, что подписались там годами и не смотрят, и нормально. А теперь по поводу нравится и не нравится. Ну, смотрите, первое место по количеству, так сказать, положительных лайков заняло безвизовый режим и Польша. Потом опять второе место, опять Проводбак. Ну, правильно, что больше всего обсуждали, смотрели, там больше всего и лайков стоит. Еще я говорю, в принципе, я понимаю так, лайки ставят, люди считают, что это надо. Не надо, не ставят, это же не принципиально, умоляю вас. Потом обратно, если посмотрите, вот Яндекс тоже самое, там тоже шелок. Но, смотрите, просто самое интересное. Это то, что как бы плюс. А теперь давайте посмотрим минус, ну, в другую сторону. Обращаю ваше внимание, что больше всего дес-лайк, то есть против-лайк, анти-лайк, действительно, тоже, опять же, безвиз. Ну, 5-10, это понятно, это клоунада, известная, там всегда. Потом вебмании тоже, обращайтесь, вебмании Яндекс, когда запретили, тоже очень много, видите, как, этих самых стоит дизлайков. Обращаю ваше внимание, что это же не я запретил. Я сказал, это запретили, но дизлайки ставили. Ну, очень много дизлайк, конечно, стоит по СССР, ну, я так понимаю, люди просто пытаются, ну, как бы так, эмоционально разградиться. Они понимают, что я говорю правду. Хочется что-то сделать, а вот дизлайк поставить, ну, пожалуйста. Нет, если надо, ставьте, поддержим. Комментарии. Ну, что показывает? Опять же, больше всего комментариев по тем видео, где больше всего и смотрели. Ну, опять же, приватбанк. Ну, конечно, это касается нациализации приватбанка. Я происходно понимаю. Опять же, банковская система Украины после ухода, после нациализации приватбанка. Тоже много. Потом, соответственно, может ли Украина без Евросоюза? То есть, я понимаю, что комментарии, большинство, конечно, охватывают такие, ну, как бы брендовые, наиболее популярные или горящие темы. Да, это логично, это правильно. И тут, ну, еще раз повторяю, я не буду делать горящие темы в экономике. Ну, вот есть тема, да. А фататься за политическую, ну, ребята, я думаю, у нас очень много политических сайтов. Бог свидетельствует. Давайте немножко все-таки будем придерживаться экономической. С легким политическим трэшем. А теперь, с каких стран? Ну, как видите, на первом месте неизвестный регион. Ну, я так понимаю, вот эта система анонимности, ну, позволяет многим людям заходить или писать комментарии. Ну, нельзя точно сказать, с какой стороны. Так что, можете угадывать сами. Потом идет Украина, потом идет Россия. Не, еще раз говорю, что, в принципе, с моей точки зрения, довольно много комментариев пишут и с Украины, и с России. Просто, ну, причем нельзя даже отличить. Есть люди, которые с Украины ругаются, как с Россией, и я так понимаю, наоборот. Замечательно. Еще раз говорю, пожалуйста, всех, кому интересно, смотрите мое видео, пишите комментарии. Большая просьба, не ругайтесь. Буду память, знаете, честное слово, надоело. И я считаю так. Ваше мнение – это ваше мнение. Пожалуйста. Вы его высказывайте. Не обязательно оно должно совпадать с моим. Однозначно. Это ваше, это мое. Но придерживаемся здравой логики. Пожалуйста, не надо, что называется, перепрыгивать, мы говорим про одно, потом побежали в другое. Потому что это как-то некрасиво. А так, пожалуйста, милости просим, смотрим, комментируем. Ну или не смотрим, кого как лучше. Благодарю за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.